итак сегодня продолжается вай фай тема достаточно большая прежде чем пойти дальше в прошлый раз закончили со всевозможными разновидностями физических уровней всевозможные методы кодирования методы расширения спектра сейчас пора подниматься на канальный уровень на канальном уровне нам сначала нужно договориться о например топологии топологии в беспроводных сетях штука достаточно странная с одной стороны если все станции расположены достаточно близко друг от друга это будет шина то есть один передает все слышат вот если станции разнести подальше так чтобы хотя бы часть из них выходила вне зоны и находилась вне зоны видимости друг друга то топологии будет уже и честь и меж когда для доставки пакетов какие туда каким-то удаленным станциям нужно использовать промежуточные маршруты промежуточные узлы и если станции при этом еще и движутся топологии получается довольно сложный два режима работы вай фай сетей инфраструктурный режим когда у нас присутствует точка доступа которая управляет или управляет станциями режимом работы процессом работы станций или по крайней мере его как-то координирует и от хок режим когда точки доступа нет и станции общаются между собой непосредственно во втором случае у нас будет одна из проблем это распределение ключей то есть если случае с точкой доступа для того чтобы просто подключиться к сети вам нужен ключ который на ней задан или иной метод аутентификации в интерпрайзных сетях применяемых попозже будет об этом тоже небольшое замечание то случае с от хок сетями каждая станция при желании каждая пара станций при желании может иметь персональный ключ только для себя и задачи распределения вот этих вот ключей может стать непростой метод доступа к среде которые используются вай фай сейсом и сетей carrier sense multiple access collision avoidance избегания коллизий похож на и зернетовский сейсом и сиди что дало возможность в период с 97 по 99 годы когда вай фай альянс еще не образовался обзывать эту технологию радио эзернетом а тем не менее есть и отличие первое из отличий что некоторые тут вот перечислены наличие заголовка физического уровня то есть на канальном уровне естественно кадр и заголовок тоже будут он будет отличный от того кадра ethernet с которым вы уже знакомы но в ethernet для разных типов физических средств или точнее для разных скоростей работы физической среды для согласования режима работы скажем хоста и хаба либо свеча использовался авто нет автосогласование то есть момент подключения каждая из сторон сообщает в каком режиме готова работать и после того как определили какой режим устраивает обе стороны работа начинается в случае с вай-фая значительно большее разнообразие вот эти вот 7 сочетаний то есть модуляции и mcs простите сочетаний то есть модуляции кодирования и спать алл пространственные потоки причем станция которая достаточно далеко скажем отнесена от точки доступа из-за того что качество сигнала ухудшается может еще попытаться переключиться на более простой более старый режим с целью улучшить качество принимаемого сигнала то есть прошлая лекция надеюсь вы помните что чем проще модуляция тем при худшем отношении сигнал шум можно работать поскольку станции у нас перемещаются возможность смены вот этого мсс режима мсс сочетания в том числе и во время работы приводит к тому что об этом нужно оповещать хост на другой стране добавляется физический уровень для согласования режим работы то есть еще один заголовок в котором в каждом кадре содержится информация о том какая именно модуляция будет использована обнаружение свободной среды то есть так же как и в эзернет перед началом передачи нужно среду послушать убедиться в том что она свободна два режима первый традиционный так же как и в эзернет послушали среду не услышали сигнала обычное физическое выявление свободного канала начали передавать второе это виртуальное обнаружение когда тот кто начал передачу заголовки указывает какое именно время она будет длиться тогда все окружающие приняв этот кадр ну по крайней мере его заголовок видит через какое время им можно попытаться предпринять попытку собственной передачи еще один интересный момент отличный от того что что вам уже известно алгоритм так тут меня опечатка алгоритм разрешение коллизий случается отрабатывается не пусть того как она произошла а до то есть коллизии пытаемся предотвратить так про собственный формат канального уровня я сказал пор при про предотвращение коллизии будет один из следующих слайдов и так процесс передачи данных вай фай будет выглядеть так станция должна дождаться освобождение среды тем или иным способом физическим то есть будет ждать пока сигнал исчезнет или виртуальным в принятом заголовке указано какое время среда будет занята после этого начинается отсчет а фс а фс интерфрейм space штука похожая на а и fg интерфрейм gap межкадровый интервал в ethernet но паври по времени другое значение на следующем слайде будут конкретные значения после того как этот межкадровый интервал фс выждан каждая из станций которая желает передать их может быть несколько выбирает себе номер слота в интервале от 0 до 7 7 компетишен винду конкурентное окно начальное его значение в традиционном если со самых старых вариантов вай фай смотреть 31 от 0 до 31 выбирается 32 значений то есть процесс получается вот таким среда была занята пусть того как она освободилась станции выжидают межкадровый интервал а фс на самом деле здесь может быть три шот а фс короткий pcf а фс и d так dcf а фс вот про этих три межкадровых интервала про три разных размер я скажу попозже то есть пока только достаточно как вот на этом слайде написано того что после освобождения среды все выжидают некий межкадровый интервал пусть чего начинается конкурентное окно вот это компетишен виду каждый из узлов выбирает здесь из 32 слотов себе какой-то случайно длительность слота 20 микро секунд этого достаточно чтобы радиоволны распространились на расстояние порядка шести километров ну на самом деле немножко поменьше не вакууме все-таки воздухе но в любом случае порядок величины достаточно для того чтобы сигнал затоп 6 километров это много цель вот это вот конкурентного окна добиться того чтобы станции сами разошлись по времени еще до начала передачи то есть для того чтобы коллизия все-таки произошла нужно чтобы две станции выбрали одно и то же значение один и тот же слот в этом конкурентном окне это не слишком вероятно после чего тот то станции у которой раньше наступит ее слот начинает передачу соответственно если у других станций хотя бы следующий слот а может быть еще и дальше уже достаточно 6 километров они заведомо ближе они эту передачу услышат и будут ждать своей очереди если коллизия все-таки произошла скажем два узла выбрали один и тот же слот при следующей попытке размер конкурентного окна удваивается то есть она станет от 0 до 63 и попытку повторяем размер этого окна увеличивается до максимум 1024 слотов а 1024 слота по 20 микросекунд это будет так 20 на 10 минус 6 на примерно 10 в 3 то есть 20 на 10 минус 3 2 на 10 минус 2 секунды две сотых секунды максимальная длительность вот этого вот конкурентного окна для человека достаточно незаметно так далее при работе вай фай сети возможны дополнительно еще две небольшие проблемы связанные как раз с тем что например из-за из соображений экономии энергии станции могут понижать свою мощность это приведет к тому что область распространение их сигнала до того момента как отношение сигнал шум сделает невозможным прием этого сигнала будет уменьшаться и может оказаться так что часть станции будет находиться вне зоны видимости друг друга связи с этим возникнут две проблемы проблема скрытой станции и проблема засвеченной станции сначала проблема скрытой станции левая часть слайда здесь у нас четыре станции а b c и d и вот этими вот окружностями показана зона видимости станций то есть допустим так у узлу а нужно что-то передать узлу бы он послушал среду обнаружил что она свободна и начал передачу а здесь не слышно это же начнет передачу тем самым для узла бы создастся помеха которая может помешать ему принять ослабленный сигнал узла станции А. Для того, чтобы вот это вот, то есть проблема в том, что С не видит, не слышит достаточно удаленного узла А. Для того, чтобы эту проблему решить, в вот этот вот алгоритм доступа к среде дополнительно добавлены два служебных кадра. РТС, готов к передаче и CTS, Clio2Send, то есть можно передавать. То есть в данном случае станция А, когда ей нужно что-то передать для Б, отсылает РТС сообщение, РТС-пакет Redi2Send. С не услышит этого пакета, но зато Б услышит, увидит, что в РТС указан его адрес, то есть это для него. Б в этот момент передачу сам не ведет и ничью передачу не принимает. То есть он мог бы и от С что-то принимать, что А не услышал. Но Б свободен. В ответ он отвечает CTS, Clio2Send, разрешая А передачу для себя. И вот С, несмотря на то, что он первоначального РТС-сообщения не слышал, но услышал CTS от Б, понимает, что сейчас для Б кто-то там издалека начнет передачу и молчит. Время, которое в этом CTS указано, не мешая передачи от А к Б. То есть С физически не может обнаружить, что среда вокруг Б занята, что кто-то ведет передачу, но виртуально по информации содержащейся в CTS сообщений в заголовке может определить, что среда будет занята и сколько именно она будет занята. Далее. Проблема засвеченной станции. Здесь другой момент. Здесь у нас Б собирается передавать для А, а С собирается передавать для Д. В принципе они друг другу не мешают. То есть если С начнет передачу, то к моменту, когда этот сигнал дойдет до узла Б, он уже достаточно ослабнет и уж точно не сможет заглушить мощный сигнал передатчика Б, который идет в сторону А. То есть Б и С друг другу не помешают. Если они будут передавать одновременно, то слабые, ослабленные сигналы их, когда дойдут до соседа, точно не заглушат передачу. И уж точно не дойдут до... А С не сможет передать сигнал до А, а Б до Д, чтобы создать там какую-то заметную помеху. То есть вроде бы все хорошо, но в рамках борьбы с проблемой со скрытой станцией у нас уже добавлены РТС и СТС сообщения. То есть Б передаст ready to send сообщение и С его примет и поймет, что сейчас вот этот вот самый Б для кого-то там готов передавать. Не стоит ли помолчать указанное время? Вот. Хотя вот в данном при таком вот расположении станций они друг другу точно не помешают. А, в свою очередь, получив РТС ready to send от Б ответит своим СТС. И это СТС в ДАЦ не дойдет. То есть вот к вот этому вот варианту, который нужно отработать в левой части слайда, то есть перед передачей передай РТС, получи СТС. Если слушаешь чужой СТС, то молчи указанное время. Нужно добавить еще такое вот условие, что если слышишь РТС, но не слышишь ответного СТС, можно передавать. То есть в данном случае С услышит РТС от Б, но не услышит СТС от А. То есть тем самым становится понятным, что чтобы этот самый С не передавал, он А не помешает. если он передает для кого-то другого, это без проблем. То есть в Б указано, что сейчас пойдет передача для А, но ответного СТС от А С не услышал, поэтому он может передавать для Д. это позволяет немножко усилить, увеличить работоспособность сети. Но такие фокусы чаще всего нужно отрабатывать как раз в очень территориально распределенных Wi-Fi сетях. Значительно чаще узлы работают в инфраструктурном режиме, кучкуются сосредоточены вокруг точки доступа и друг друга будут слышать. То есть вот в эту схему с межкадровыми интервалами и слотами в конкурентном окне дополнительно добавляются два сообщения РТС и СТС. То есть в данном случае станция 2 или узел 2. После того, как он победил в вот этом соревновании в компетишне, выбрал себе наименьший слот, дождался своего слота, передает РТС и потенциальный получатель должен ответить СТС. Для того, чтобы этот процесс не затягивался и для того, чтобы в эту схему еще никто не вклинился, СТС должен быть с достаточно маленькой задержкой. После чего следует передача всего пакета и подтверждение получателя о том, что он успешно этот пакет принял, этот кадр принял. Соответственно, вернемся вот сюда. так у нас появляется первый альтернативный межкадровый интервал ШОТ ИФС, короткий ИФС, который составляет 10 микросекунд. Это интервал, который используется для передачи как раз вот этих РТС, СТС и подтверждений. Он короткий для того, чтобы этот процесс не очень затягивался и для того, чтобы в эту схему никто не вклинился. Осталось еще два PCF ИФС И DCF ИФС. Это вот что. PCF Point Coordination Function. Это этот термин на русском языке. Чаще всего называют управляемым режимом. режимом, когда передачей управляет точка доступа. То есть, когда необходимо передать, например, синхронный трафик, синхронный чувствительный к задержкам, голосовой, например. Если голосовые данные будут задерживаться, голос будет квакать. Соответственно, в управляемом режиме, в PCF, Point Coordination Function, вот это самое Point, точка доступа, опрашивает последовательно клиентов, которые ассоциировались с этой точкой доступа, есть ли у них синхронный трафик. Если этот трафик есть, они передают его точки доступа и точка передает его получателю. Distributed Coordination Function, распределенный режим доступа. точка доступа в передаче не участвует. Ее роль в данном случае только в том, что клиенты ассоциируются с точкой доступа и если связь, то есть при этом, при ассоциации, при аутентификации подтверждают, а заодно и сами убеждаются в том, что их ключ подходит для работы с этой точкой доступа, то есть все клиенты этой точки будут обладать одним и тем же ключом для шифрования, что не помешает им в дальнейшем работать непосредственно между собой. То есть в распределенном режиме доступа он имеет смысл, если станциям, ассоциированные с одной и той же точкой, нужно передавать данные друг другу, а не передавать куда-то наружу. Они будут это делать непосредственно между собой. Точка доступа не будет вовлечена в этот процесс. Ну и соответственно PCF-IFS PI-FS DCF-IFS DI-FS и SHOT-IFS. И вот здесь вот PI-FS Point Coordination Function Interframe Space 30 мкс сделан покороче для того, чтобы точка доступа, когда она вдруг захочет или сочтет, что пора переходить в управляемый режим, смогла это сделать без проблем, не конкурировать с другими узлами. У нее пауза закончилась раньше, и точка доступа оповестила всех, опять же, специальным служебным сообщением о том, что все, наступает управляемый режим работы, передачи между собой непосредственно надо прекратить, точка доступа начнет работать с синхронным чувствительным задержкам трафиком. Через некоторое время этот период окончится управляемый, точка доступа, опять же, служебным сообщением оповестит всех о том, что начинается распределенный режим, и станции начнут обычным образом конкурировать за среду. во время управляемого режима конкуренции, конечно, есть, но она может быть только между станцией и точками. Точки между собой не должны взаимодействовать. Станции между собой не должны взаимодействовать. Так, далее. какие изменения произошли в физическом и в канальном уровне. В принципе, тут только в основном терминологии. Слайд. То есть, то, что канальный уровень разделен на два подуровня, LLC и MAC, Media Access Control и Logical Link Control, вы уже знаете. Физический уровень также разделен на две части. PLCP, Physical Layer Convergence Procedure или Physical Layer Convergence Protocol, где как и PMD, Physical Media Dependent. На Physical Media Dependent непосредственно передается, выполняется передача. То есть, реализуется тот или иной алгоритм расширения спектра, тот или иной алгоритм кодирования и идет передача. Как я уже сказал, для того, чтобы станции могли согласовать между собой, в каком режиме данные принимать, требуется дополнительный заголовок и тем самым добавляется к собственно кадру канального уровня PLCP хитр заголовок. в результате на PLCP уровне подуровня физического у нас появляется PP-DU PLCP протокол Data Unit и его содержимым, его нагрузкой будет PLCP Service Data Unit. Вот это вот PSDU это фактически MAC адрес MAC кадр под MAC подуровня кадр 802.11 в полном соответствии с моделью SI и с подходом инкапсуляции, когда кадр процессом инкапсуляции, когда кадр верхнего уровня рассматривается весь целиком вместе с служебными полями, как содержимые, как данные уровня более низкого. К нему добавляются заголовки более низкого уровня, так и здесь. MSDU MAC Service Data Unit это будет LLC кадр со своими заголовками. Это все будет вставляться внутрь поля данных MAC кадра. MAC кадр в данном случае это Wi-Fi кадр 802.11 кадр и вся эта структура вместе будет называться MAC протокол Data Unit. Это все в свою очередь вот тут вот такой вот финт ушами, хоть он и назван MAC протокол Data Unit, оно одновременно еще и PLCP Service Data Unit. То есть вот это вот все на PLCP подуровни это данные. PLCP Service Data Unit. Точно так же как здесь был MAC Service Data Unit. И все вот это вместе с PLCP заголовком PLCP протокол Data Unit. Такая вот терминология дополнительно, аббревиатур все больше и больше. Теперь непосредственно к PLCP заголовкам. Хоть этот слайд и обозван форматы кадров 802.11. Собственно, формат кадров вот этот самый PSDU будет сильно позже. Следующие несколько слайдов это заголовки PLCP. Самый исторически древний вариант Wi-Fi 802.11 с методом расширения спектра через метод частотных скачков Frequency Hopping Spread Spectrum имеет вот такой PLCP заголовок. Сначала следует PLCP преамбула. Смысл этой преамбулы той же самой синхронизации приемника и передатчика. 10 байт то есть 80 бит чередование нуля и единиц то есть 10 байт 55 H H обозначает что вот эта цифра 55 16-ти речная то есть вам привычнее наверное 0 X 55 но поскольку у меня здесь 10 и один знак умножения уже есть я предпочел вот такой вариант так вот 55 H 6-ти речная система обозначается в ассемблере и так 10 байтов 0.1 0.1 0.1 дальше SFD Start Frame Delimiter тут небольшое отличие от того что вы могли бы ожидать по сравнению с SFD интернетским где он продолжает преамбул то есть там правда чередование не FF а АА то есть там было 1.0.1.0 и Start Frame Delimiter продолжал его 1.0.1.0.1.0.1.1 показывая где граница байтов и начинается собственно кадр здесь Start Frame Delimiter занимается тем же самым только содержимое у него 0CBD шестеричное не похоже не является продолжением собственно поля синхронизации как вы увидите дальше вот этот вот Start Frame Delimiter у разных типов Wi-Fi у разных типов PLCP заголовков будет выглядеть очень разным это дополнительно позволит подготовить принимающую станцию к тому в каком формате и что будет передаваться дальше дальше PLCP заголовок здесь PLCP поле длины PLCP Length Word 12 бит хранящиеся там значения трактуется как длина содержимого вот этого вот PSDU в байтах 12 2 в 12 максимум 4096 это много заметно больше чем 1518 байт Ethernet кадра то есть отсюда сразу надо извлечь что Wi-Fi кадр может быть длиннее чем кадр Ethernet но с другой стороны максимального размера вот этого 4096 байт кадра Wi-Fi не достигает как вы видите дальше они конечно больше чем Ethernet но не в разы дальше PCF PLCP signal field поле которое обозначает собственно какой именно сигнал передается с какой именно модуляцией вообще в стандарте описаны варианты от 1 МГц до 4 Мбит в секунду до 4,5 шагом в 500 Мбит то есть 1,5 2 и так далее но как вы наверное помните 802.11 предлагал только 2 битовые скорости 1,2 Мбит в секунду и дальше контрольная сумма пересепичного заголовка дальнейшее содержимое это уже Wi-Fi кадр так пока отметьте себе как-то обратить внимание что длина здесь указывается пока еще в байтах для потенциального получателя то есть не получателя хотя хорошо для потенциального получателя и для других узлов которые принимают этот заголовок для того чтобы отработать вариант виртуального определения занятости среды им нужно извлечь отсюда длину извлечь из сигнального поля битовую скорость одно на другое перемножить и обнаружить то есть вычислить сколько именно среда будет занята лишние операции от которой в дальнейшем отказались 802.11 также тот самый древний вариант который датируется 1997 годом также был предложен и второй вариант расширения спектра методом прямой последности Direct Sequence Spread Spectrum PLCP преамбула изменилась теперь поле синхронизации еще более длинное 16 байт и его содержимое FFH одни единицы далее следует Start Frame Delimiter F3A0 видите он изменился и пересипичный изголовок он снова изменился если здесь было 32 байта то здесь уже 48 поле сигнальное которое было здесь видите порядок полей тоже поменялся собственно вот это вот изменение пересипичного заголовка не скажу не скажу не скажу что привело к изменению то есть к отказу от расширения спектра методом частотных скачков но такое впечатление что все таки его как-то подготовило в дальнейшем пересипичные заголовки сохраняют вот такую структуру и вот этот более старый похоже просто за свою непохожесть на все остальные стал нежелателен да и как вы вспомните расширение спектра методом частотных скачков к узкополосным помехам более подвержено итак сигнальное поле снова все еще два значения один либо два мегабита в секунду поле сервис зарезервировано для дальнейшего используем в данном случае оно пустое длительность 16 бит длительность уже в микросекундах то есть не нужно определять тип модуляции не нужно определять размер видите размер здесь даже не указан только сигнал и длительность 16 бит 2 в 16 это 65 534 в микросекундах то есть это у нас получается 6 так если передавать на скорости 1 мегабит в секунду 10 минус 6 1 микросекунда бит 65000 бит то есть около 8 килобайт максимальный размер который сюда влезет это опять же больше чем вот это поезду и заметно больше чем Ethernet то есть проблем нет это поле с запасом позволяет описать длину Wi-Fi кадра и контрольную сумму собственно для того чтобы этот заголовок был мог быть принят любыми динозаврами даже теми которые работают скажем на скорости 1 мегабит в секунду и не умеют даже 2 мегабита в секунду то персипичная преамбула и персипичный заголовок передаются на минимальной скорости 1 мегабит в секунду чтобы его точно приняли все в том числе и динозавры 97 год в то время возможно было еще и сосуществование 802.11 Wi-Fi станции с Wave LAN станциями упоминал такую вот переходную технологию из 90-х в прошлый раз далее если станция поддерживает и есть возможность то есть позволяет отношение сигнал-шум передачу можно вести уже на большей скорости например 2 мегабита в секунду то есть в этом случае в поле сигнал будет указано 0x14 14h 2 мегабит в секунду заголовки передаются на минимальной скорости чтобы все приняли переход к 802.11b здесь возможно работа в режиме длинного заголовка и короткого заголовка длинный заголовок это вот тот же самый который на этом слайде то есть 128 бит синхронизация 16 начальный разделитель и дальше собственно заголовок описывающий модуляцию длительность и тому подобное на данный на данный момент 802.11b битовой скорости поддерживаемые возросли вплоть до 11 мегабит в секунду и для возможности довольно быстро передавать 11 мегабит в секунду необходимость ждать пока все вот это вот то есть 10 плюс 2 нет не 10 16 плюс 2 18 и еще 6 24 байта будут мельерно передаваться на 1 мегабит в секунду столько времени тратить уже жалко во-первых появилась возможность работать с коротким заголовком поле синхронизации сократили до 7 7 8 56 байт вместо 16 и начальный разделитель то есть все это вместе уже 9 байт 72 бита преамбулы по-прежнему передается на 1 мегабит скорости а вот пересипичный заголовок уже на скорости в 2 мегабита получается 72 это 9 байтов здесь и 6 за счет удвоенной скорости по времени это будет эквивалентно 3 байтам на вот этой же 1 мегабитной скорости 3 и 9 12 вальт 96 микросекунд то есть чего мы добились что передача короткого заголовка и пелесипичного заголовка займет только 96 микросекунд вот здесь вот 16 то есть 24 умножить на 8 160 и 48 208 микросекунд в 2 с лишним раза сократилась подготовка к передачу кадра к передаче кадра в поле сигнал возможные значения вот они и в зависимости от того какая скорость указана по езду вай-фай кадр будет передаваться на указанной скорости то есть на совместимость с динозаврами которые не умеют ничего кроме одного мегабита рукой уже махнули то есть эти динозавры смогут услышать преамбула но в преамбуле не указано сколько среда будет занята отваливается определение виртуальное определение занятости канала остается только физическое но даже 802.11 без B станции должны уметь работать и в 2 мегабитном режиме и успешно принимать и заголовок тоже быть готовы к этому для принятия заголовка на скорости 2 мегабит в секунду все это сделано для того чтобы уменьшить потери времени на подготовку собственных передач и все это вместе еще раз по ПДУ PLCP протокол Data Unit такой вот кадр Дальше перешли то есть через некоторое время появилось два новых стандарта 802.11a и 802.11g в которых используется новый метод расширения спектра ОФДМ ортогонал frequency division multiplexing для 802.11a это ни разу не проблема потому что 802.11a ушел в другой частотный диапазон в 5 гигагерц и до сих пор там никого не было то есть нет никаких проблем с совместимостью нет никаких динозавров которые этот метод расширения спектра не поддерживают в частотном диапазоне 2,4 гигагерца однако же полно старых станций которые ОФДМ не умеют если передавать преамбулу заголовок и собственно кадр МАК в ОФДМ режиме старые станции которые ОФДМ не умеют вообще никак ни преамбулу ни PLCP заголовок не примут для них это будет просто какая-то помеха то есть снова виртуальное определение занятости канала отваливается РТС, СТС отваливается то есть в СТС вы помните да и в РТС тоже указано кто для кого и сколько именно будет передавать это все старыми станциями уже не распознается что будет приводить к коллизиям в смешанных сетях где присутствуют старые и новые узлы может быть кто-нибудь во-первых настраивал свою собственную точку доступа свой Wi-Fi маршрутизатор а во-вторых припомнит при выборе режима работы была возможность выбрать там скажем 802.11.10 802.11.G 802.11.B либо смешанный режим смешанный B G заключается как раз вот в этом что старые узлы работают только с CCK CCK еще раз напомню это комплементарий код Кейнг метод расширения спектра по смыслу тот же самый что и Direct Sequence Spread Spectrum но только расширяющая последовательность не коды баркера а другая более короткая цель использования CCK метода увеличить пропускные способности то есть 802.11.B коды баркера используются в вариантах 1.2 мегабита в секунду и CCK в вариантах 5.5 и 11.1 мегабит в секунду старые узлы работают в этом режиме если нам нужен режим сосуществования вы его руками назначили то в момент ассоциации с точкой доступа станции поймут что данная Wi-Fi сеть содержит как старые так и новые узлы нужно работать в режиме сосуществования поэтому преамбулы и заголовок вот эта вот часть будет передаваться с использованием метода расширения спектра CCK что позволит старым динозаврам принять PLCP заголовок и из сигнального и из поля длины понять кто что и как сейчас будет передавать и не нарушит механизм виртуального определения занятости канала а все остальное если станция умеет использовать FDM модуляцию FDM расширение спектра и готова вести передачу на больших скоростях все остальное будет передаваться именно в этом режиме динозавры не поймут что передается но из заголовка который они поняли поймут сколько именно среда будет занята то есть старые узлы по прежнему используют что умеют новые используют заголовок понятный старым но передают на тех скоростях каких желают если режим сосуществования не настроен а вы пришли с каким динозаврским устройством подключились точки доступа возможны коллизии ртс и тс всегда в сетей режиме чтобы опять-таки всем все было понятно вот отсюда собственно вы видите уже назревает такой вот момент что в вай-фай сетях вообще говоря нежелательно работать использовать слишком старые станции поскольку механизмы сосуществования есть но они приводят к тому что часть времени даже новые поддерживающие скоростную передачу станции будут работать в понятных вот этим динозаврам режимах модуляции и будут делать это медленно так прежде чем перейти дальше потом появился 802.11n в смысле методов расширения спектра и модуляции ничего особо нового не появился там сохраняется ОФДМ то есть вот эти вот подходы существования вполне себе годятся разве разве что более сложные квадратурные амплитудные модуляции появились то есть скажем не только какой-нибудь абстрактный КАМ-16 но вплоть до КАМ-64 теперь собственно Wi-Fi заголовок и так у нас есть преамбула есть пелсипичный заголовок а дальше структура которая называется PSDU PLCP Service Data Unit и оно же MAC протокол Data Unit MPDU и оно же 802.11 кадр вот его структура будет 30-байтный заголовок видите он немножко длиннее заголовка зернецкого там было то есть если из зернецкого заголовка выкинуть преамбула с начальным разделителем то в заголовке у нас остаются два MAC-адреса и EtherType то есть 2 по 6 12 и 2 14 байт в 2 с лишним раза заголовок длиннее дальше payload это содержимое данное диапазон данных от 0 до 2312 байт то есть вместе с вот этими двумя служебными полями получается 2346 2345 ну на единичку больше и запомнить относительно просто ограничение на минимальный размер здесь нет поскольку нет необходимости выполнять условия обнаружения коллизий коллизия предотвращается до то есть конкурентное окно и слоты отрабатываются до начала передачи заголовок frame control поле управления кадром вот оно здесь первые два бита версия протокола и вай-фай кадр в общем-то как предложен в 97 году так до сих пор в общем-то не меняется по крайней мере вот эта вот его часть поэтому протокол версии здесь будет версия протокола здесь будет содержать 2 0 следующие два бита type и 4 бита subtype 2 бита позволяет нам определить 4 различных состояния и вай-фай из этих четырех значений используются три то есть в вай-фай сетях есть три типа кадров кадры control управляющие control ну или контрольные потому что дальше будут еще менеджмент и control и менеджмент так тянет на русский перевести как управляющие то и другое надо же их как-то разделять поэтому одни будут контрольные другие управляющие и собственно кадры с данными и дополнительно каждый из этих трех типов кадров имеет еще некоторое количество подтипов полный список можно будет посмотреть например википедии те которые чаще используются на одном из следующих слайдов будут использованы tool ds и from ds два битовых флага ds distribution system система распределения эти два бита будут использоваться когда у нас wi-fi сеть работает в управляющем режиме в управляемом режиме то есть с участием точки доступа distribution систем распределяющей системы это будет точка доступа соответственно tool ds кадр идет к точке доступа from ds от точки доступа море флаг флаг который указывает на то что есть еще данные этот флаг тоже используется в управляемом режиме когда точка доступа работает с синхронным трафиком который чувствителен к задержкам этот флаг говорит о том что у станции есть еще синхронный трафик то есть рано переходить в неуправляемый режим надо закончить с синхронным трафиком ретрай бит говорящий о том что выполняется ретрансмишн повторная передача допустим принятый кадр оказался искаженным или же был отброшен или же вот это вот акт подтверждения не дошло до получателя получатель посчитает что отправитель посчитает что получатель не дошло до отправителя от получателя к отправителю посчитает что получатель кадр не получил и выполнен повторную передачу среда радиоволновой канал среда не очень надежная пауэр менеджмент управления питанием я честно не знаю насколько часто сейчас этот режим используется идея здесь такая у беспроводных клиентов у мобильных клиентов может не быть подключения к постоянному источнику питания и может могут быть проблемы с батарейкой то есть для экономии энергии для экономии заряда аккумулятора среда может не среда простите станция может переходить в режим экономии энергии об этом она оповещает среду точку доступа что станция переходит в режим экономии энергии и тот трафик который идет через точку доступа для этой станции начинает у нее буферизоваться потом когда из экономичного режима станция выйдет точка доступа ей накопленные данные передаст может быть это когда-то и имело смысл для экономии сейчас очевидно это приведет к задержкам получения вам вряд ли понравится что ваша станция скажем переходит в такой вот экономный режим и какой-нибудь мессенджер будет ждать прихода сообщений до того момента как она из этого режима выйдет ну и второй момент когда который сейчас делает неудобным использование этого режима объем передаваемого данных сильно возрос точка доступа может не захотеть или не иметь возможности буферизовать большую кучу данных для своих клиентов клиентских станций которые переходят вот в такие экономные режимы то есть насколько широко сейчас используется этот флаг я сказать не могу подозреваю что не очень мордата data это флаг не связанный вот с вот этим это флаг который говорит о том что в при передаче данных используется фрагментация и есть еще фрагменты фрагментации будет управлять вот это вот поле sequence control и про фрагментацию будет еще небольшой слайд попозже то есть вот эти два поля sequence control и морда data используется при фрагментации для чего нужна фрагментация уже ясно что радиоканал штука не слишком надежная могут быть помехи и такой вот достаточно длинный кадр длиной почти два с половиной килобайта без искажений передать может быть сложно он искажается контрольная сумма не совпадает кадр отбрасывается подтверждение успешности приема не пересылается так можно долго развлекаться если выяснится что успешных передач так и не состоялось можно перейти на фрагментацию то есть вот этот достаточно длинный кадр нарезать на более мелкие куски и передавать их кусочками то есть пусть кусочки передадутся веб wired equivalents privacy то есть приватность эквивалентная проводным сетям исторически самый ранний способ защитить передаваемые через радиоканал данные как-то их зашифровать название достаточно громкое себя совершенно не оправдывает в настоящее время использовать веб режим шифрования можно только в единственном случае если у вас действительно какое-то динозаврское устройство которое кроме него ничего не поддерживает как вы увидите дальше по нынешним меркам безопасности там нет никакой и станции которые работают в этом режиме очень сильно снижают безопасность работы всей беспроводной сети то есть в таком режиме будет вынуждена работать точка доступа и другие клиенты к ней присоединенные и ключ в таких сетях гарантированно будет форситься за какие-то небольшие часы то есть смысла использовать такое шифрование сейчас нет совершенно ордер это тоже к синхронному трафику и к упорядочиванию передаваемых данных так дальше duration длительность в микросекундах это поле дюрэйшн дублирует вот это вот поле длину из PLCP заголовка далее следует аж 4 адреса в Wi-Fi используются на канальном уровне уже известные вам маки соответственно адрес 1 2 3 и 4 как именно используются эти адреса что в них содержится чуть попозже но все эти 4 поля содержат мак адреса кого-то и вот поле управления длительностью про него тоже чуть попозже так типы control data management сказал протокол версию сказал вот теперь с этими флагами to DS и from DS оба флага могут стоять установлены в ноль когда идет обмен непосредственно между беспроводными станциями в обход точки доступа это распределенный режим доступа неуправляемый они ассоциировались с точкой доступа имеют обе станции один и тот же ключ шифрования но при этом передают данные непосредственно между собой первый адрес адрес получателя второй адрес адрес отправителя BS SID о новый термин так где у меня это ну хорошо бсс basic service set то есть базовый набор услуг это набор услуг который предоставляется одной точкой доступа то есть бсс допустим здесь есть одна точка доступа правую часть слайда отсутствует бсс это будет набор услуг который предоставляется одной точкой доступа или беспроводным штатам своим клиентам доступ к сети для того чтобы как-то идентифицировать этот basic service set от всех остальных у нас будет сервис с с с с с с вот этот сервис с этой дитой это имя точки доступа которая транслируется специальными служебными пакетами бикнами маяками в сеть когда вы включаете вай фай устройство оно выполняет просмотр имеющихся в зоне видимости точек доступа то есть собирает принимает вот эти вот бикон пакеты и извлекает из них информацию о с сит именах когда вы создаете точку доступа вы задаете ее имя имя беспроводной сети это вот оно с сит а bs сит basic сервис сет айди это макадрес точки доступа то есть в данном случае хоть точки станции передают данные непосредственно они обе ассоциированы с одной точкой и макадрес этой точки здесь присутствует вот дополнительно есть и и с extended сервис сет вариант когда у нас скажем присутствует беспроводной мост и где-то там на другой стороне доступ к этой сети тоже кому-то тут не совсем удачная картинка поскольку вот через беспроводной мост подключен сегмент сети только с проводными клиентами то есть если бы вот здесь вот в правой части слайда присутствовал еще и беспроводной клиент то вся вот эта вот конструкция могла бы быть рассматрена как пример extended service set то есть возможность предоставляющая возможность станциям подключаться к беспроводной сети в области где вот это вот левая точка доступа просто не видно и не слышно так ладно следующие два сочетания 0 1 1 0 вот этих флагов в координируемом в управляемом режиме или же в режиме когда данные передаются от станции к точке доступа с тем чтобы уйти дальше в не в беспроводную сеть не с таким же клиентом как она сама а во внешний мир от from ds если у нас работает координы управляемый режим то from ds это кадр который идет от точки доступа клиенту содержащий синхронный трафик то есть первый адрес destination получатель второй адрес bsit mac адрес точки доступа вполне понятно именно от нее и передается данные на третье место засовывается источник и 1.0 к точке доступа это снова управляемый режим когда станция передает синхронный трафик к точке доступа то есть на первом месте bsit так опечатка bs сид разумеется mac адрес точки доступа соус источник а destination на третьем поле это кому потом этот синхронный трафик точку доступа должна передать ну и наконец два бита которые одновременно установлены будут использоваться вот в этом режиме режиме беспроводного моста когда у нас есть одна точка доступа вторая точка доступа и между ними беспроводной участок беспроводной сегмент допустим у нас есть скажем два здания близко расположенных в каждой из них есть своя сеть а между ними дополнительно еще и скажем механизм направленных антенн друг на друга направленные с узкой диаграммой направленности антенны для передачи данных между зданиями или беспроводной мост может быть настроен также кто-нибудь может видел в настройках вот этих бытовых точек доступа Wi-Fi роутеров может быть настроен для расширения области покрытия когда у вас большая квартира и где-то там в удаленном углу Wi-Fi уже слабовато правда при этом надо учитывать что использование беспроводного моста не очень желательно поскольку вот это вот удаленная точка доступа которая представляет собой второй конец этого моста точно так же конкурирует за доступ в среде с обычными станциями то есть Wi-Fi сетях до сих пор всеобщая конкуренция за среду общая шина вполне себе присутствует и коллизии таки возможны то есть использование беспроводного моста позволит расширить область покрытия но раза в два снизят пропускную способность такого канала то есть привлекаться этим особо не стоит и если есть возможность и недостаточно области покрытия лучше вторую точку в удаленный участок помещения где хочется лучшее покрытие устанавливать с подключением к сети через кабель через интернет ну так вот на участке между точками доступа вот на этом участке между где собственно мост и реализован оба флага установлены ресивер точка доступа получатель трансмиттер точка доступа передатчик а destination и source соответственно маки получатели и отправители которые находятся в этих беспроводных сетях вот такой вот бутерброд из адресов фрагментации про фрагментацию я уже упоминал когда кадр достаточно длинен и надежно передать его не получается он все искажается и искажается его можно нарезать на кусочки каждый из кусочков будет сопровождаться своим заголовком своей контрольной суммой и кусочком кадра в этом случае если у нас есть фрагментация вот этот вот мордата фрагмент флаг будет установлен до тех пор пока не будет перед во всех кроме последнего фрагмента а само поле вот это вот sequence control двухбайтовое будет содержать две части 12-битный номер кадра и 4-битный номер фрагмента эти это поле эти два две части позволят принимающему собрать кадры из кусочков снова в целые получается фрагментов может быть до 2-4-16 так типы подтипы control контрольные кадры точка доступа используют для объявления о входе-выходе в экономный режим все станции используют для передачи РТС и ТС экономный режим и точка до так вход-выход в экономный режим тоже станции используют точка доступа используют для объявления о начале конце управляемого периода информационные кадры используются для передачи данных данных подтверждений а также во время управляемых периодов могут может содержать опрос точка доступа опрашивает станции есть ли у них синхронный трафик для ускорения процесса опрос может быть совмещен с данными тоже так и наконец менеджмент тут далеко не все ассоциация именем беспроводной сети работает для диагностики это не полный список кадров так дальше к безопасности так осталось еще минут 15 веб варят эквивалент правилься самый древний режим шифрования поддерживает 54-битные либо 108-битные ключи причем вот в те времена в конце 90-х запросто например тот же microsoft в страны с недостаточной демократии мог по требованиям американских регулирующих органов продавать ту же самую винду с поддержкой шифрования не больше чем с короткими ключами эта же схема в общем-то и сохранилась слишком хорошую криптографию нам тоже могут сейчас и не продать плюс к этому с тех времен добавились еще местные фсбшники которые сейчас дополнительно местным потребителям могут не позволить купить даже если за рубежом готовы продать могут не позволить купить стойкую криптографию старший брат бдит вот тут надо учесть что для того чтобы передаваемые данные которые одинаковые или имеют большую схожесть после шифрования все-таки различались ну допустим мы кого-то пингуем пинги друг на друга достаточно похожи различаются только номером последности то есть пинги нумеруются с тем чтобы потом можно было и в ответе и 7 переплаях тоже указывается на какой именно номер это ответ с тем чтобы страна получившие такие такие ответы могла определить на какой именно из пингов это пришел ответ и какова задержка естественно такие пакеты достаточно похожи друг на друга и после шифрования результат тоже будет похож криптоанализатор может эту похожесть выявить и использовать для проведения атаки на крипто алгоритм чтобы даже с виду похожие данные после шифрования были не очень похожи ключ модифицировался с помощью вектора инициализации инициализация вектор и процесс он был 24-битный что приводило к тому что ух так тут у меня опечатка да 64 то есть тут жуткая опечатка 64 и 128 минус 24 вот эти самые 40-104 битные ключи ну да 108 как-то очень не кругло 128 вектор инициализации складывался с ключом веб причем пока еще складывался просто так ставился рядом результат использовался для формирования ключевой последовательности текст передаваемый считалась контрольная сумма прибавлялась ну то есть резался на кусочки помещающийся в кадр считалась контрольная сумма интегрич чек-вари пристыковывалась сзади к тексту все это вместе исключающим или на него накладывалась кодирующая последовательность и все это передавалось на противоположную сторону естественно для восстановления нужен вектор инициализации на стороне приемника тоже он в открытом виде добавлялся к этому шифрованию раз уж он здесь в открытом виде эффективная длина ключей естественно уменьшалась и отсюда собственно и крайняя уязвимость данного метода в настоящее время то есть достаточно просто пассивно посидеть рядом с этой точкой не имея ключа не имея возможности с ней ассоциироваться и просто поперехватывать вот этот шифрованный трафик далее вектор инициализации есть шифрованные данные есть эффективная длина ключей уменьшилась если в сети идет работа то есть трафик перехватывается там достаточно ну сколько до мегабайта по-моему это при нет мегабайта все-таки мало так по-моему нескольких сотен тысяч вектор векторов инициализации хватит чтобы просто сбыл форсить это кодирование алгоритм rc4 тоже не слишком крипто стойки в настоящее время если мы передаем скажем по 2 килобайта за раз так ну какие-нибудь сто тысяч векторов инициализации сто тысяч кадров это сколько там сто тысяч на два нет что-то я запутался ну хорошо единиц часов достаточно 3-4 часа для того чтобы набрать массив из шифрованных данных и векторов инициализации и вычислить ключ очень небезопасно соответственно 2003 год был предложен в па вариант в па вайфай протект от access на самом деле это целый комбайт содержащийся в себе вот такие вот страшные буковки 802 11x 802 11x это ну видите 802 точка то есть стандарт сделанный написанный все тем же IEEE стандарт который позволяет который описывает как именно должна выполняться удаленная централизованная аутентификация доступ к среде дальше EAP Extensible Authentication Protocol вопреки названию это не протокол а целый фреймворк для аутентификации аутентификация это процесс подтверждения клиентам того что он тот за кого себя выдает то есть как безопасно сторонам участникам защищенного обмена друг другу предъявить ключи доказать что они именно те за кого себя выдают с тем чтобы нехороший человек посередине не смог из перехваченной информации извлечь достаточно для того чтобы потом за любого из них себя выдать там штук 40 методов аутентификации есть из чего выбрать так тут у меня опять опечатка темп рикей интегрити протокол вот это слово интегрити целостность опечатка протокол который позволяет позволяет периодически периодически менять вектор инициализации ключи и затрудняет перехват их и месседж интегри чек проверка целостности сообщения в принципе по смыслу это вот очень похоже на интегри чек валью просто алгоритм подсчета проверочных данных другой в веб интегрити чек валью достаточно старый и использовался самый обычный CRC32 в миг интегрити чек протокол алгоритм подсчета контрольную сумму поменяли в ВПА может работать в режиме ВПА персональном и ВПА интерпразном промышленном разница в чем ВПА персональный тот который ВПА персональный тот который у вас чаще всего используется в домашних Wi-Fi сетях предполагает локальная проверка локальную проверку аутентификационных данных то есть ключ задается на точке доступа и он там же локальный проверяется и он один для всех то есть в результате если вы кому-то сказали что вот для точки доступа такой ключ а тот сказал еще кому-то дальше он для всех одинаковый и со временем он расположется и куча народу будет иметь доступ к беспроводной сети а админу который потом захочет контролировать кто подключался когда подключался и какие ресурсы потребил будет сложно максимум что он сможет сделать это различать своих беспроводных клиентов беспроводные станции по мак-адресам опять же никто не мешает конкретному человеку поменять станцию или поменять мак-адрес и замечательно жить дальше ВПА интерпрайзный разделяет функции аутентификации и доступа к среде у нас будет субликант это станция узел который хочет получить доступ к среде аутентификатор то устройство которое будет получать от субликанта аутентификационные данные между ними происходит взаимодействие через с использованием всего того же EAPA Extensible Authentication Protocol то есть станция аутентификатор это может быть беспроводная точка доступа это может быть свитч то есть тот же самый 802.1.x доступ может быть реализован и в проводных сетях тоже аутентификатор принимает эти данные и дальше с использованием всего того же EAPA перебрасывает на Radius сервер Radius это аббревиатура Remote Access Deal in User Service то есть Remote Authentication Deal in User Service пользователь аутентификации так сервис удаленной аутентификации Deal in Users Deal in название достаточно допотопной тех кто дозвонился то есть радиус сервера появились в те времена когда доступ запросто мог быть еще через коммутированные телефонные линии тем не менее они название сохраняют то есть в данном случае аутентификатор аутентификационные данные перебрасывает радиус сервера тот их проверяет если все нормально отправляет сообщение аутентификатору разрешающее предоставить доступ сапликанту к сети пример вот такого сорта аутентификации у вас опять же у всех перед глазами сеть KFUNet когда вы для доступа к Wi-Fi сети вводите свои собственные логин пароль персональные они проверяются где-то там на радиус сервере универа независимо от того к какой именно точке доступа к KFUNet вы подключаетесь их по всем зданиям университета очень много централизованно проверяется ваше право на получение доступа к сети ну и соответственно удалив там в базе одну единственную запись можно лишить вас доступа как всей беспроводной сети университета опять же независимо к какому в каком здании вы пытаетесь к ней получить доступ вместо того чтобы носиться по всем этим десяткам точек доступа и что-то там настраивать вручную то есть VPA Enterprise вариант значительно более масштабированный так тогда давайте я сейчас про вот это вот таки по-быстрому скажу и закончим T-Keep в чем его отличие от тех вариантов работы с ключами которые были в VPA вектор инциализации увеличился до 48 бит они более разнообразные их можно сделать больше вектора инциализации с ключами теперь перемешиваются не просто ставятся рядом а биты перемешиваются усложняет в дальнейшем выделение вектор инциализации и ключа естественно алгоритм перемешивания должен быть одинаковым на обеих сторонах вводится нумерация пакетов при передаче для предотвращения атаки повторного воспроизведения когда нехороший человек перехватил пакет не может его расшифровать у него нет ключа но повторно его пытается передать выдавая себя за кого-то кто этим ключом располагает нумерация позволяет предотвратить это для совместимости с более старыми станциями RC протокол шифрования алгоритм шифрования сохранился и производится смена вектора инциализации на каждом кадре их теперь много 2 в 48 то есть цель вот это используем вот этого темпы реки интегрити протокол повысить сложность перехвата данных для брутфорса ключей так тогда на сегодня все в следующий раз продолжим